Также это хадис, в нем довод на то, что временные браки, они сначала были дозволенными, но здесь есть загвоздка, говорит Шелью Саймин, потому что здесь сказано, что запрет произошел в год Хайбара, а это какой год Хиджеры? Конец 6-го, начало 7-го, да? А в хадисе Сабра сказано, что это когда произошло в год взятия Мекки, а это 8-й год Хиджеры, поэтому нужно разрешить эту загвоздку, говорит Шелью Саймин. Что можно сказать? А что мешает нам сказать? Ну так можно объяснить это. Что мешает нам сказать, что аннулирование произошло дважды, дважды, то есть запрет после дозволения был, потом снова дозволено, потом снова запрещено, потому что так и видится это вот из того названия, которое дал новой этой главе. А можно, что, то есть, вот так можно сказать, Шелью Саймин говорит, конечно, в основе своей так не бывает, что разрешается, потом дозволяется, потом запрещается, потом снова запрещается, то есть в основе так не бывает обычно, да, в Шаряти так обычно не бывает. Но в то же время мы не отрицаем, не отрицаем, что какая-то вещь могла быть харамом, потом дозволенной, потом что снова стало запрещенной, как, например, сражение в Мекке. Сражение в Мекке. Сражение в Мекке, оно хоком какое? Харам, правильно? Но из-за крайней необходимости пророку Салу Салам в год взятия Мекки сражение в Мекке было дозволено? Было дозволено на короткий срок, днем. А потом снова Аллах запретил, и пророку Салу Салам что сказал? Она стала сегодня снова запрещенной, как была запрещенной Мекка, запретной для сражения вчера. Для пророку Салу Салам сражение было дозволено на короткое время из-за крайней необходимости Дарура. Почему? Потому что нужно было положить конец вот этому щирку, этим язычникам, которые там господствовали в Мекке, которые в доме Аллаха Субханава Тааля для себя сделали дозволенным предание Аллаху Салам товарищей язычества многобожия. Поэтому Аллах дозволил сражение в Мекке на короткий срок. Поэтому человек может сказать, что действительно запрет на временный брак состоялся в год Хаибара, потом был дозволен во время Аутаса, потому что была крайняя необходимость на три дня, а потом снова был установлен запрет. И Аннау, он говорит, те, которые говорят о том, что временный брак дозволен, цепляются за это и говорят. Те, которые говорят, что временный брак дозволен, цепляются за вот эти сообщения. Как это так во время Хаибара запрещен, потом вот Фатха запрещен. Цепляются за это и говорят, видите, хадисы, они противоречат друг другу. А раз они противоречат друг другу, значит, это что порочит эти хадисы, указывает на них недостаток, значит, что временный брак дозволен. Цепляются и так говорят. Аннау, и говорит Ахим Аватар, вот эти утверждения это ошибка, потому что здесь нет никаких противоречий. Почему? Потому что, может быть, запрещено было на какое-то время, правильно, было запрещено что-то, было запрещено что-то в какое-то время, потом в другое время еще раз что? Запрещено. То есть могло быть, что запрещено во время Хаибара, был запрет, а потом во время взятия Микки еще раз запрет был, для чего? Для подтверждения вот того запрета. Или для чего? Для подтверждения этого запрета, или для чего? Чтобы услышали те, которые до этого не слышали в начале. Некоторые передатчики услышали в свое... Почему кто-то говорит в Хаибар, а кто-то говорит во время Фатха было запрещено. А, временный брак был запрещен. Кто-то говорит во время Хаибара из передатчиков, кто-то говорит во время Фатха, взятия Микки. Потому что кто-то из передатчиков услышал запрет в руководство в своем время хейбера, а кто-то услышал во время фатфа. То есть науэ как бы говорит, в чем проблема, что два раза был запрет, второй запрет был подтверждением для первого. Понятно или нет? Или чтобы запрет распространился среди людей, которые об этом не слышали. Щейлю самим говорит, слова науэ, они бы были действительно подходящими, если бы не что. Что здесь? Какая загвоздочка есть? Это же не просто был запрет во время хейбера, а потом просто подтвержден во время фатфа. А было же дозволение во время фатфа на короткий срок. Это упоминается. Если бы было просто сообщение, что во время хейбера запрещено, а потом еще раз запрещено во время фатфа, тогда действительно проблем не было, это бы просто было подтверждение предыдущего запрета. Но здесь проблема какая? что между этими двумя запретами был хиль, то есть дозволение на какой-то короткий срок. Также есть еще, смотрите, у Абу-Давуда приводится такая версия, что Пророк Саусалим во время, и это хадис вот того же Сабр Абду Маабада, во время прощального хаджа запретил Пророк Али Саусалим. Тогда если во время прощального хаджа тоже запретил, тогда как это понимать? Во время прощального хаджа запретил, во время прощального хаджа просто подтвердил, чтобы люди узнали. Хотя вот эта версия прощального хаджа, она недостоверная версия, что это было во время взятия Микки. И Саусалим тоже склоняется, потому что это слабый хадис. Как бы то ни было, этот вопрос, смотрите, какой замечательный вывод Саусалим делает. Еще немножко терпения, можно, если шума нет, открыть, или тогда потерпите. Этот вопрос, говорящий Алиус Амин, о запрещенности временного брака, здесь не стоит вопрос о достоверности этого хукма, подтвержденности этого хукма, этого установления ислама. Здесь нет сомнений, хукм какой, установленным ислама, запрещено, вне всякого сомнения, этот хукм о запрете, он достоверно установленный, твердый. Что мутуа, временный брак, харам, досудного дня. Но вопрос не в том, хукм установился или нет, хукм установился о запрещенности, в этом проблем нет. Загвоздка в чем? Каким образом было это установление? Вот в этом только загвоздка. Было ли так, что сначала было дозвольно, потом запрещено, потом снова дозволено, потом запрещено? Так ли было или нет? Нет, вот в этом только загвоздка. Видит соглашение усамин, что версия Суфьяна, она, которая является махфуз, о запрете на временный брак, на мясо вот этих вот ослов во время хайбара. Видится, что вот это во время хайбара был запрет, касается соглашения усамин, не временного брака, а касается мяса ослов. Что во время хайбара это мясо ослов было запрещено. К этому относится вот это вот указание. Почему сказано хамру лаглия, домашние ослы? Чтобы исключить каких ослов? Диких ослов. И удивительно, горячая усамин, что Алибна Абиталя, правда, АллатРа, он считается одним из имамов для рафидитов, самым главным из имамов для рафидитов, для шиитов. Он, который передает запрет на временный брак. От кого? От самого главного имама поистине. Это кто? Посланник Аллаха, но несмотря на это, они не принимают это мнение. Еще в чем они не принимают мнение? Алибна Абитальба и его хадис. В отношении протирания хуфов. Протирание хуфов, рафидиты, шииты, они не протирают хуфы, не протирают носки, не протирают хуфы. Хорошо? Рафидиты считают это запрещено. Они протирают голые ноги, да. Но протирать хуфы, они считают, что это нельзя. Хотя, хадис о протирании хуфов передан от кого? От Али, ради Аллаху та'аля, Анна. От Али, ради Аллаху та'аля.